Хлеб на каждый день Реагируют на Божий гнев Сказал Господь Елефазу, фемонитянину Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих За то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов И пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву Внимание! И раб мой Иов помолится за вас Ибо только лицо его я приму Дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов И пошли Елефаз, фемонитянин, и Велдад, я не буду сейчас перечислять их там полных имен И третий их друг, и сделали так, как Господь повелел им И Господь принял лицо Иова Это 42 глава Что все это значит? Почему путь к прощению Елефаза и его друзей лежит не через их покаяние даже Не через Божье милосердие, что само собой разумеется А только через молитву Иова заступника Это что, Иов угодник, помолится за вас, ибо только лицо его я приму? Аналогичная, кстати, ситуация Несколько раз имела место в жизни Моисея Когда Бог во гневе готов был поразить израильский народ Например, и сказал Господь Моисею Доколе будет раздражать меня народ сей Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его Поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя Имеется в виду Моисей И от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его Но Моисей сказал Господу Если ты истребишь народ сей, как одного человека То народы, которые слышали славу твою, скажут Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он, склятвою, обещал ему А потому и погубил его в пустыне Итак, да возвеличится сила Господня Прости грех народу сему По великой милости твоей, как ты прощал народ сей От Египта до сели Внимание! И сказал Господь Моисею Прощаю По слову твоему Книга чисел, 14 глава На другой день сказал Моисей народу Вы сделали великий грех Итак, я взойду к Господу Не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу И сказал О Господи, народ сей сделал великий грех Сделал себе золотого Бога Прости им грех их А если нет То изгладь и меня из книги твоей В которую ты вписал Книга Исход, 32 глава Перечитывая эти истории из Ветхого Завета Я вдруг почему-то подумал Что не только нам сегодня Тяжело трудиться над детьми из верующих семей Но и самому Богу было тяжело с детьми Отцов веры, таких как Авраам Куда проще иметь дело с человеком веры Но что делать с его потомками Когда они не веруют В любом случае наш разговор сейчас о Моисее Не думаю, что я или кто-то другой Когда-либо сможет понять и объяснить его отчаяние И готовность к такому самопожертвованию ради этих людей Я все больше склоняюсь к мысли Что все-таки можно Вымолить милость у Бога И вопрос здесь не столько в мере Преступления виновного человека Сколько в степени Самоотдачи Его заступника Посвятите некоторое время Для размышления над этими истинами В течение этого дня Храни вас Господь! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok